Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной новостной выпуск, и сегодня мы обсудим с вами новости прошедшей недели. А перед началом данного ролика, напоминаю, ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Погнали! Alan Wake 2. Самая продаваемая игра Remedy за всю историю. Remedy недавно опубликовала обновленную информацию о состоянии игры Alan Wake 2, в которой говорится, что игра является самой продаваемой игрой, которую когда-либо выпускала студия. Было подтверждено, что по состоянию на февраль 2024 года Alan Wake 2 было продано около 1,3 миллиона единиц. За два месяца Alan Wake 2 продала на 50% больше копий, чем Control за первые 4 месяца своего существования на рынке, подтверждается отчетом Remedy. Alan Wake 2 была выпущена в октябре 2023 года и получила исключительно положительные отзывы благодаря остросюжетному игровому процессу, наполненному ужасом, смешанному с умопомрачительными сценами и захватывающим сюжетом. В своем заявлении генеральный директор Remedy Тера Вертала сказал, Мы довольны началом продаж Alan Wake 2. Ценовая политика также осталась на высоком уровне и игра уже окупила значительную часть затрат на разработку и маркетинг. Мы продолжим развивать игру и привлекать новых игроков. И ожидаем, что игра и дальше будет хорошо продаваться. Сообщается, что Blizzard планирует более 100 увольнений в офисе в Корке. Ну что ж, Blizzard снова отличилась на прошлой неделе. Согласно новому отчету Irish Examiner, Blizzard Entertainment планирует сократить 136 рабочих мест в офисе, расположенных в Корке, Ирландия. Заместитель главы правительства Мишель Мартин подтвердил это количество. Сообщается, что в офисе Blizzard в Корке работало около 200 человек. И так получается, что если Blizzard пойдет на увольнение, она сократит почти весь офис. Blizzard впервые утвердилась в Ирландии более 10 лет назад. Выступая в The Dale, директор по маркетингу Мик Барри заявил, что компания отказывается сотрудничать с профсоюзом, выбранным этими сотрудниками, для представления их интересов. Blizzard Entertainment на данный момент не опубликовала официального ответа. Стоит также отметить, что недавно Microsoft также увольняла сотрудников и уволила она почти 1900 сотрудников в сфере видеоигр. В последнее время в индустрии произошло много увольнений и сокращения, похоже, не замедлятся в ближайшее время. Игроки на ПК потратили 1 миллиард долларов на Epic Store в 2023 году. В недавно опубликованном документе обзор года Epic Games рассказала о результатах работы своего магазина на ПК до 2023 года. Выяснилось, что за 12 месяцев геймеры потратили на Epic Store колоссальные 950 миллионов долларов, из которых 310 миллионов долларов пришлось на игры сторонних производителей для ПК в магазине. Магазин Epic Games для ПК быстро становится самым популярным местом для покупки игр на платформе и игры в них. Он конкурирует со Steam легендарным лаунчером и витриной магазина Valve. И это в основном из-за программы бесплатных игр, которой может похвастаться Epic Games. В 2023 году Epic Games раздала 86 бесплатных игр, на которых сообщество в совокупности заявило колоссальные 586 миллионов раз. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что Epic обратила внимание на 2024 год и на то, что будет дальше с платформой. Было подчеркнуто, что на подходе новый инструмент для управления загрузками, а автономный режим получает значительное обновление. Helldivers 2 посещает 400 тысяч одновременных игроков в Steam. Количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam достигло 400 тысяч. И в связи с этим Arrowhead Game Studios приняла решение временно ограничить максимальное количество игроков. В сообщении на официальном сайте игры Discord студия заявила, что хотя она продолжает работать над увеличением возможности игры для игроков, ей необходимо ввести ограничения на количество игроков, которые могут находиться в игре одновременно. Наша команда работает круглосуточно, чтобы решить эти проблемы, сказал Arrowhead. Хотя нам удалось устранить некоторые причины, мы по-прежнему изо всех сил пытаемся справиться с масштабированием, необходимым для размещения всех наших Helldivers. Поэтому нам пришлось ограничить количество одновременных игроков примерно до 450 тысяч, чтобы еще больше повысить стабильность сервера. Мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы повысить потолок, заявили в компании. Акции Sony упали на 10 миллиардов долларов после финансового прогноза. В недавнем финансовом отчете Sony отчиталась о результатах деятельности своего бренда PlayStation в третьем квартале 2023 финансового года. Стало известно, что за три месяца было поставлено 8,2 миллиона консолей PlayStation и продано более 89 миллионов игр на PlayStation 5 и PlayStation 4. Но эти ошеломляющие цифры заслонили некоторые менее удачные новости. Прогнозы на четвертый квартал 2023 финансового года были значительно снижены. Первоначально Sony намеревалась продать 25 миллионов консолей PS5 в 2023 финансовом году. Однако этот прогноз был снижен до 21 миллиона единиц. Не только это, но и операционная маржа компании в бизнесе оказалась под пристальным вниманием. И все это привело к тому, что из стоимости акции Sony были вычеркнуты колоссальные 10 миллиардов долларов. В отчете, опубликованном CNBC, состояние PlayStation обсуждал аналитик по акциям Атул Гаял. Описывая ситуацию, Гаял подчеркнул, что ситуация крайне разочаровывающая, имея в виду низкую операционную маржу Sony в игровом бизнесе. В результате резкого падения котировок стоимость Sony выросла с примерно 13% в марте 2022 до чуть менее 6% в декабре 2023 года. В отчете утверждалось, что игровая маржа Sony находится почти на 10-летнем минимуме. Похоже, что компании срочно необходимо снижать свои расходы. Специальный сборник антологий Fallout стартует 11 апреля. Согласно новому сообщению в блоге Bethesda, новая специальная антология Fallout выйдет 11 апреля, и предварительные заказы доступны уже сейчас. В антологию Fallout Special войдут 7 игр Fallout. Fallout 1, 2, Fallout Tactics, Fallout 3 игра года, New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76. Кроме того, к этому уникальному набору антологий прилагается модельный футляр мини-нюк для ваших игр. Копия также имеет слышимые звуки взрыва. Игроки могут обменивать каждую из 7 игр на коллекционные карты World Boy. Таким образом, это полный набор идеально подходит для новичков. В преддверии адаптации сериала Fallout на Amazon Prime в прямом эфире наверняка появится много новых фанатов. В декабре 2023 года впервые был показан сюжетный трейлер сериала. Хотя многие давние фанаты, вероятно, уже владеют этими знаковыми играми, специальная антология может похвастаться некоторыми замечательными предметами коллекционирования. Мини-нюк отличается множеством продуманных деталей, а открытки отличаются фирменным чувством юмора франшизы. С 22 по 29 февраля фанаты ожидали, что Fallout 1, Fallout 2 и Fallout Tactics будут доступны бесплатно. Однако Epic Games незаметно удалила эту опцию и добавила Super Meat Boy Forever вместо нее. Epic Games не опубликовала объяснений своих изменений. Аналитики прогнозируют, что PlayStation 5 Pro выйдет в этом году. В интервью CNBC аналитики заявили, что Sony скорее всего выпустит PlayStation 5 Pro к концу этого года. «Похоже, в игровой индустрии существует широкий консенсус в отношении того, что Sony действительно готовит выпуск PS5 Pro во второй половине 2024 года», сказал Сиркан Тото, генеральный директор такийской игровой консалтинговой компании Kantan Games. И Sony захочет убедиться, что у нее будет готовое, отличное оборудование, когда в 2025 году выйдет GTA 6, запуск которой станет толчком для всей игровой индустрии. Согласно источникам, внутри компании PlayStation 5 Pro известно как Project Trinity, и ее выпуск запланирован на конец этого года. Однако, недавний отчет Sony о доходах, о котором я рассказывал выше, показал, что у компании нет ни одной крупной существующей франшизы, выпущенной для PlayStation 5 до апреля 2025 года, что может свидетельствовать о том, что выпуск PlayStation 5 Pro может быть отложен. В конце концов, выпуск вместе с GTA 6 в праздничные дни 2025 года, наряду с такой крупной игрой, как Death Stranding 2, может стать важным фактором для тех, кто покупает новую консоль. Подробностей о спецификациях консоли пока мало. Источники ссылаются на то, что большая часть имеющейся в настоящее время информации о спецификациях не что иное, как обоснованные догадки. А как вы думаете, выйдет PS5 Pro к концу этого года? Обязательно напишите об этом в комментариях. На сегодня все, ребята. Это были новости прошедшей недели. А если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем пока!